Вы когда-нибудь были жертвы мошенника? Жертвы нет. Ваши близкие? Пытались их как-то развести, но не получилось. Знакомьтесь с памяткой, чтобы никогда в жизни не становиться жертвой мошенника. Берегите себя и своих близких. Разглашать личные данные и данные банковской карты может быть чревато. Мошенники не дремлют, придумывают новые способы обмана и, судя по количеству потерпевших, успешно используют старые. От уловок злоумышленников никто не застрахован. В правоохранительные органы за помощью обращаются и менсионеры, и подростки. Чаще всего попадаются пожилые люди. Потому что пожилым людям более легче войти в доверие, более легче взаивать их внимание. И также попадаются молодые подростки, которые сами еще глупенькие, доверчивые. Памятки с полезными советами горожанам раздают регулярно. Как обезопасить себя при онлайн-покупках? Что делать, если звонят и под разными предлогами просят срочно перевезти деньги? Эта информация поможет сохранить сбережения и нервы. Дмитрий Юдин и эти советы знакомы, поэтому на уловки мошенников он не попадался ни разу. Нет, ни разу в жизни. Я насчет этого очень бдительный человек. Не перехожу по странным ссылкам, которые приходят в смс-сообщения. Или, допустим, предлагать какие-нибудь странные кредиты от странных банков. Чаще всего на уловки мошенников попадаются во время онлайн-шоппинга. Злоумышленники делают копии уже известных сайтов или создают свои и выставляют товары по привлекательным ценам. Следует быть осторожным также с инвестициями на валютном рынке и при получении различных компенсаций. Необходимо незамедлительно обратиться в кредитно-финансовую организацию с целью блокировки банковской карты или счета для предотвращения последующих незаконных операций с денежными средствами. А также необходимо незамедлительно обратиться в полицию с соответствующим заявлением, в котором необходимо подробно указать все обстоятельства произошедшего, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не происходило. Часто мошенники взламывают аккаунты и от имени близких просят перевести денег на лечение или просто дать в долг. Пассивным пользователям социальных сетей тоже не стоит расслабляться. Злоумышленники могут позвонить, представиться сотрудникам банка и попросить данные с карты. Таким лжеработникам только за май жители республики перечислили почти 2 миллиона рублей. Всего в прошлом месяце на уловки мошенников попались более 90 наших земляков. Общая сумма ущерба причинена во потерпевшем свыше 6 миллионов 700 тысяч рублей. Ольга Данилова, Владимир Надькин, Народные новости.